Достойная игра Каркасон Охотники и Собиратели Хижины, которые тоже нужно будет расположить на строящейся карте для получения очков. Первый квадрат стартовый, он отличается рубашкой. Дальше игроки ходят по очереди. Каждый новый квадрат нужно укладывать в карте таким образом, чтобы совмещался лес с лесом, низина с низиной, к примеру, вот так, либо река с рекой. На вновь выложенный квадрат игрок может поставить своего соплеменника. Если он поставил соплеменника на лес, значит он будет осваивать лес и получит очки после того, как завершится лес, он будет построен. Если игрок положит своего соплеменника в низину, он становится охотником и получит свои очки в конце игры за каждого животного, которое будет в этой низине. Ну, у нас игрок походил таким образом. Следующий квадрат я не могу присоединить к этому лесу, потому что этот лес уже принадлежит желтому игроку. Я построю реку. Река становится сразу, река сразу является завершенной, она всего состоит из двух квадратов. И мой соплеменник, рыбак, получает три очка за два квадрата реки и одну рыбу. На карте подсчет очков у меня уже есть три очка. Я хочу строить эту реку, но чтобы этот олень не попал в низину к моему сопернику, я соответственно переворачиваю таким образом. То есть мне река, сопернику не достается олень. Река, сопернику не достается олень. Здесь опять же пример быстрых очков. Когда с помощью одной карточки лес оказался достроенным и сразу получает игрок четыре очка, две карточки. Но только в том случае, если у него есть запас соплеменник. Если у него все участвуют в строительстве какого-либо объекта, то он не может взять очки. У него нет человека, который мог бы достроить этот лес. Также можно играть в эту игру мирно. Каждый строит свой лес, свою реку, свою низину. А можно играть нападая на соперника. То есть выставлять таким образом карточки, чтобы ему было очень сложно закончить свой лес. Вот здесь, я уже не помню, кто выставил эту карточку, но будет очень тяжело завершить этот лес. Потому что нужно найти завершение леса вместе с продолжением реки. То есть это очень сложная ситуация. Можно как называемый снукер игроку поставить. А это твоя река. А вот моя река. То есть вот здесь тоже пример быстрых очков. Когда с помощью одного квадрата у нас сразу 5 очков за реку и 3 рыбы. Это 4 очка за реку, да, и 3 рыбы. 7 очков сразу. 7 очки за реку, да, и 3 рыбы. Чем отличается каркасон Охотники и Собиратели от обычного каркасона? Каркасон Охотники и Собиратели более красочная игра. И в ней присутствует сразу, можно сказать, сразу несколько дополнений. Обычный каркасон, он очень прост. После первой же партии необходима либо еще одна коробка, чтобы было больше строения, либо дополнения. В Охотниках и Собирателях собрано сразу несколько дополнений. Как, к примеру, здесь реки, не так, как дороги в классическом Каркасоне. Здесь помимо очков за каждый тайл, ты получаете очки еще за рыбу в озере, который находится. Еще также необходимо построить, найти место для того, где будет находиться ваша хижина. У вас две хижины, есть распоряжение. То есть когда вы выкладываете тайл с рекой или с озером, вы можете расположить свою хижину. Либо на реке, либо на озере. Она не мешает располагаться, к примеру, тем, кто будет строить здесь реку, рыбакам. Она дает очки в конце игры. Она не ограничивается озерами. То есть, например, маячная система включает в себя рыб в этих двух озерах, в этом озере. Дальше продолжается по карте. И безграничные возможности она может проходить по всей карте. Также в конце подсчета очков в низине у нас есть тигры. Они мешают охотникам охотиться, потому что они тоже охотятся на этих животных. Вот я, например, своему сопернику в низину с удовольствием выставляю квадрат с тигром. Когда каждый тигр съедает одно животное, в конце подсчета очков он закрывается шапочками. И за этого мамонта мой соперник очки не получает. То есть, таким образом, я у него отобрала очки, можно сказать. Когда вы завершаете какой-либо объект, ваш соплеметник возвращается в запас. Если мы представим, что мы что-то можем завершить. К примеру, если представить, что здесь был мой соплеменник, он здесь охотился. То, когда он достроил этот лес, мой соплеменник возвращается в запас. Но, если в лесу были изумруды, то тогда полагается взять бонусный квадрат. Бонусные квадраты, они отличаются от обыкновенных. Здесь, к примеру, два мамонта. То есть, я могу положить свою низину, что принесет мне больше очков. Или озеро, в котором много рыбы. Либо это могут быть грибы в лесу, которые тоже дают дополнительные очки при подсчете очков. Вот это любимая карточка моих детей, потому что эта карточка, это огонь. Она прогоняет всех тигров из низины. То есть, там все животные ваши. То есть, тигры уже вам не помеха. Таким образом, получается очень красивая, красочная игра, которая интересна и детям, и взрослым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова